Домен Ирина Евгеньева Удалось ли решить проблему? Министр ПЧС назвал причины трагедии на шахте в Караганде. Тогда из-за взрыва погибли пятеро горняков. К какому выводу пришла комиссия? Не позволила производить эффективный контроль. Привлекут ли к ответственности Лакшми Миттала? На чем экономили в Арселор Миттл Тимиртау? Добро пожаловать! В Казахстане увеличат квоту для Кандасов. Насколько больше смогут принять граждан? Какие условия для них создадут? Смогли ли устроиться на родине уже прибывшие репатрианты? Тяжело было решать все проблемы. И с какими проблемами тут столкнулись? Землетрясение произошло недалеко от Алматы. Есть ли повод для тревоги? Почему началась сейсмическая активность? Каждой из сейсмоактивной зоны, сейсмоактивного региона своей сейсмической жизни. Сколько пострадавших в Турции и Индонезии? Вот так сегодня шумели рабочие компании Казфосфат. В ход пошли даже кулаки. Более 200 сотрудников завода вышли на забастовку в Таразе. А причиной стало недопонимание между работниками и руководством управления по цифровой трансформации. Рабочие завода вышли на акцию протеста с требованием принести им публичное извинение и уволить приглашенного из России начальника управления по цифровой трансформации Олега Куликова. По словам бастующих, руководитель позволил себе оскорбительное высказывание в адрес рабочих. Также сотрудники завода подняли вопрос повышения заработных плат. На место акции протеста прибыли силы правопорядка, а также Аким, Таразов, Бахаджан, Уренбеков. Он попросил рабочих на бумаге отразить все вопросы и направить письмо в Акимат. Чем закончилась забастовка? Удалось ли властям договориться с рабочими? Расскажет Нурадин Ракай. Дождитесь его материал, он будет чуть позже. 26 человек проходят обвиняемыми по делу о взрыве на шахте Ленина в Карагандинской области. В том числе два иностранца. Генеральный директор компании Арселор Митл Тимиртау Биджун Аир и исполнительный директор угольного департамента ИТО Оркен Джелсон Батиста. Правительственная комиссия закончила расследование причин трагедии. И сегодня министр ПЧС Юрий Ильин огласил результат. В гибели пятерых шахтеров и травмировании четверых полностью виноват работодатель. Людмила Батюшкина расскажет подробнее. Заключение правительственной комиссии озвучил министр ПЧС Юрий Ильин. Эксперты выяснили, что причиной аварии на шахте имени Ленина в Карагандинской области стал внезапный выброс под большим давлением метана с угольной пылью из пробуренной дренажной скважины при вскрытии угольного пласта. А к взрыву привела искра от трения буровой штанги об элементы металлического крепежа. Но это не единственная причина. Штат службы прогноза выброса опасного участка не укомплектован горными мастерами. Фактически присутствовало 13 человек в штатном расписании. По расчету должно быть 25, что не позволило производить эффективный контроль инженерно-технических работ службы прогноза прибурения скважин также за их качеством и параметрами. Подземных электрослесарей также было 16 вместо 25, и они не могли полноценно обслуживать датчики газовой защиты. Скважины бурили без пылеподавления, что привело к большому скоплению легко воспламеняющейся угольной пыли. В течение недели руководство скрывало информацию о том, что в шахте были выбросы газа. И они в акте описаны, что это были, начиная с 27-го числа, были почти каждую ночь загазированы более 5%. То есть газ был, газ выпускали, то есть это было всё как бы рутинно. То есть если бы тогда была ИСКА? Оно бы было раньше. Сокращения явные или скрытые на предприятиях Арселора проводились с начала 2000-х годов. В профсоюзе уверены, что таким образом инвесторы сокращали себестоимость продукции. Теперь компания жалуется, что не хватает специалистов. И порой даже закупленное оборудование простаивает, потому что рабочие не умеют на нём работать. Только на шахте Ленина не хватает 211 инженерно-технических работников. Нет до комплекта рабочего, ну персонала компании. Значит один работает за двоих, что не положено, особенно в шахтах сверхкатегорийных и опасных по газу и пыли. В итоге комиссия заключила, вина работодателя 100%. В круг подозреваемых вошли 26 должностных лиц. Шахты и Арселор Миттал Тимиртау, в том числе впервые два иностранца. Генеральный директор Биджу Наир и исполнительный директор угольного департамента ИТООРКЕН Джелсон Батиста. В компании уже заявили, что с некоторыми выводами комиссии не согласны. Полностью согласны с тем, что наша обязанность как работодателя обеспечит безопасность сотрудников и безопасность рабочих мест. При этом компания не согласна с некоторыми выводами комиссии в отношении фактических обстоятельств дела, а также персональной ответственности. Пока все подозреваемые на свободе, но им выставлено ограничение на выезд за пределы страны. Материалы комиссия передала в МВД для расследования и привлечения виновных к административной и уголовной ответственности. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, Карагандинская область. Казахстанские города Алматы, Астана и Шимкент смогут самостоятельно финансировать строительство школ и больниц в пригородах. Новые полномочия органы самоуправления получат после принятия законопроекта об агломерации. Об этом сегодня на пленарном заседании Мажелиса рассказал министр национальной экономики Алибек Куантеров. Центром агломерации станут населенные пункты, где проживают больше полумиллиона граждан. В предварительный список попали еще два мегаполиса – Караганда и Ак-Тубе. По словам депутата Закиржана Кузеева, за последние 10 лет население столицы и Шимкента увеличилось примерно на 60%. Алматы на треть. Такой прирост вызвал ряд проблем, среди которых нагрузка на транспортную систему, возник дефицит инфраструктурных и социальных объектов, появилась хаотичная застройка и горы мусора. У мегаполисов есть средства в бюджете для решения этих вопросов, но сейчас они не могут быть донорами бюджета регионов и сел. Алматы связано пять районов. И мы знаем все эти проблемы. Вот сейчас были вопросы и по дачным участкам, и проезжающим людям. Вот этот наш закон, он как раз сегодня позволяет работать двум бюджетом. Будет совет англомерации, в котором как раз этот закон дает возможности, если мы конкретно берем опять Алмату, руководителям Акимом Алматы и Алматинской области садиться, определять генеральный план англомерации и уже вместе, совместно решать эти вопросы. В Казахстане еще на один год продлят мораторий на проверку субъектов предпринимательства. Об этом в кулуарах Мажелиса сообщил министр национальной экономики. Напомню, два года назад президент подписал указ, по которому в стране был временно приостановлен профилактический контроль и надзор над микро- и малым бизнесом. Это решение было принято главой государства, так что мораторий на проверке МСБ продлевается до конца 2023 года. С другой стороны, понятно, не должно быть злоупотребления со стороны субъектов МСБ, и у государства всегда есть право по решению первого руководителя выйти на проверку, если деятельность того или иного субъекта МСБ, она влияет на жизнь и здоровье населения. До 40% могут снизиться объемы строительства жилья в Казахстане. При этом стоимость квартир как на первичном, так и на вторичном рынке продолжит расти. Свой прогноз на будущий год озвучили эксперты рынка недвижимости. Елиаман Раймбеков выслушал. Уже сегодня строительная отрасль стоит перед серьезными вызовами. Стройматериалы с февраля подорожали в полтора-два раза. К тому же есть проблемы с их поставкой из-за военных действий в соседних странах. Также многие ипотечные программы стали недоступны для населения после повышения базовых ставок. И как результат, существенное снижение сделок купли-продажи. Если тенденция продолжится, то объемы строительства упадут до 40%, уверены эксперты. Ну, будет, скорее всего, незначительная также и тенденция к удорожанию. Потому что, все-таки, у нас есть дефицит жилого фонда. Я напоминаю, что по меркам ООН 30 квадратных метров на одного человека. Мы не дотягиваем до этих квадратов. В Казахстане сейчас большим спросом пользуются однокомнатные и двухкомнатные квартиры с площадью не более 60 квадратных метров. В основном приобретают жилье в ипотеку по 7-20-25 и через программы от Пасыбанка. И только 25% сделок проходят через наличный расчет. Если квартиры в новостройках не будут доступны для граждан, то застройщикам может грозить дефолт, уверяют специалисты. Застройщики, которые не смогут реализовать свою недвижимость, при этом они рассчитывали на данные продажи через ипотечные программы, которые не рассчитали стоимость жилья, условно они пошли в свои продажи по низу рынка. Такие застройщики вынуждены будут уйти с рынка. Объективных причин для снижения цен за квадратные метры в новом году эксперты не видят. С уверенностью могут сказать лишь, что при удорожании первичного жилья цены взлетят и на вторичное. В китайском Джэньчжоу бастуют рабочие завода «Факскон». Там собирают продукцию «Эппл». 70% айфонов, покупаемых во всем мире, производят именно здесь. Персонал завода недоволен задержками премии и жесткими антиковидными ограничениями на рабочих местах. Китай – единственная страна в мире, которая придерживается принципов нулевой терпимости – ковид. Работу остановили сотни сотрудников. Сотрудники жалуются на плохое обеспечение продовольствием и рабочим инвентарем. Разъяренные люди разбили окна в здании и повредили мебель. Угуманить бунтующих попыталась охрана. В ходе стычек несколько человек получили травмы. Сотрудники «Факскон» бастуют не первый раз. В октябре прошлого года массово уволилась почти треть работников, возмущенных карантинными мерами на заводе. В конце декабря оставшиеся сотрудники угрожали парализовать работу предприятия. Тогда причиной стало недовольство размером выплат и возросшей нагрузкой. А в начале ноября этого года рабочие протестовали против закрытия завода на карантин. При этом каждый вынужденный простой оборачивается минимум 30% снижением объемов выпускаемых айфонов и айпадов. Продолжаем эфир. В новом году число переселенцев и кондасов в регионах страны увеличится. В Министерстве труда и социальной защиты планируют выделить больше квот. Однако до сих пор не решены многие проблемы, с которыми приходится сталкиваться репатриантам и переселенцам. Евгения Мягченко расскажет подробнее. Аксаули Аликулова переехала в Акибастуз из Жамбылской области в 2021 году. В августе того же года им выдали квартиру в многоэтажном доме. И все было хорошо, рассказывает женщина, пока не начались холода. Как только пришла пора подключать отопление, до нашего дома оно не дошло. Воды горячей тоже не было. Ходили в Акимат, просили разобраться с жилищными проблемами. Мой муж умер. Я воспитываю двоих детей. Из-за сурового климата в основном люди неохотно соглашаются переехать из южных регионов в северные. Есть и другие проблемы, с которыми сталкиваются переселенцы и кондасы. Это нехватка рабочих мест, земли для возделывания культуры, животноводства. Многие жалуются и не на подходящие условия труда. Но, несмотря на все это, количество переселенцев и кондасов при Ильтышье растет с каждым годом. Только за последний из трудоизбыточных регионов переехало 2426 человек. Это 489 семей. Переселенцы прибывают из Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, Казалардинской, Мангустаусской областей. С 2023 года, исходя из проекта приказа Министерства труда и социальной защиты, ожидается еще больше приток переселенцев в северные регионы. Ведь количество квот будет увеличено. На прием кондасов до 1925 человек. Переселенцев до 6727 человек. На местах готовы принять всех. В Павлодарской области доведена квота в количестве 3189 человек. На сегодняшний день региональная квота исполнена на 92%. Планируется 100% исполнение квоты. Государство обещает переселенцам трудоустройство. В основном по Павлодарской области вновь прибывших граждан устраивают в сфере сельского хозяйства, образования, здравоохранения, помогают открыть бизнес. Идет и финансовая поддержка. Субсидии на переезд составляют 70 МРП на одного человека в семье. Это примерно более 214 тысяч тенге. Данный вид помощи называют дорожными выплатами. Также власти в течение года помогают арендовать жилье. На эти цели выделяются от 45 до 64 тысяч тенге в месяц. Прожив пять лет в предоставленной квартире, переселенцы могут ее приватизировать. Евгения Мягченко, Алексей Мехедов, Информбюро, Павлодарская область. Главный эколог семьи обвиняется в мошенничестве. По материалам дела он получил взятку за то, что не привлек ответственности за экологическое нарушение. В Восточном Казахстане за последний год должностными лицами совершено более 50 коррупционных преступлений. В том числе и в сфере экологии. Таким образом, в регионе не решаются конкретные проблемы, а замалчиваются. Материал Жанра Сулхановой. В Восточном Казахстане загрязнение воздуха, по данным антикоррупционной службы региона, превышает норму в полтора раза. Также область пятерки по онкозаболеваниям и антилидер по смертности от легочных болезней. Экологическая обстановка в регионе критическая. И непринятие необходимых мер будет считаться как преступная халатность. На сегодня разработана карта коррупционных рисков, основными из которых специалисты называют несовершенство нормативно-правовой базы, недостаточное материально-техническое оснащение Департамента экологии. Потому что у них на 88% изношенность и получается оборудование 2001 года, как они работают сейчас. Мы буквально видим, что там еще с советских времен оборудования осталось. Также в области распространены случаи контрабанды драгметаллов. Существуют риски теневого оборота. По результатам анализа рассчитать ущерб ресурсам нетр от деятельности старателей невозможно. В регионах нет уполномоченного органа, который бы занимался этим. Отсутствует постлицензионный контроль, доказательства по сбыту незаконно добытых полезных ископаемых и их рыночной стоимости. Каждый старатель должен ежегодно подавать отчет об объеме, сколько он нашел золота. Но, как показывает опыт, все старатели показывают нулевой отчет, то есть, что они ничего не нашли. И также правилами не указано проверить этот отчет. Минимальные объемы указывают они должны, обязать их. То есть, ничего этого не указано и мы ничего с этим не можем сделать. В карту коррупционных рисков также включены искусственные завышения цен на уголь, махинации с субсидиями и дотациями в сфере сельского хозяйства, риски неисполнения обязательств по нескольким строящимся объектам, в том числе центры гематологии, автодороги Колбатаума и Копчигай и другие. На сегодня создана дорожная карта, чтобы по каждой проблеме работать точечно. Определены планируемые меры по указанным рекомендациям. На их исполнение департаменту и комитету экологии отведено полгода. Жанна Раслханова, Руслан Акматалиев, Информбюро, Восточно-Казахстанская область. Теперь узнать о коррупционном прошлом потенциального сотрудника можно будет прямо на рабочем месте. Сведения о совершении преступления стали доступны на портале ЕГОВ и в мобильном приложении. Услуга бесплатна и воспользоваться ею можно онлайн. Она требуется для того, чтобы проверить соискателя при поступлении на гражданскую службу и на работу в субъекты квази-государственного сектора. Раньше сведения о коррупционном прошлом предоставлялись комитетам по правовой статистике. Это занимало время. Теперь же услуга оказывается за 10 минут. А в случае, если потребуется дополнительная проверка, за 5 рабочих дней. После предоставления сведений решение о принятии на работу принимает работодатель. Но согласно Трудовому кодексу нашей страны, взяточники не допускаются к трудоустройству субъекты квази-государственного сектора. Эта услуга уже пользуется спросом. С момента запуска более 98 тысяч человек получили сведения о потенциальных сотрудниках. В АО «Национальные информационные технологии» говорят, базы данных закрытые. Все данные у нас содержатся на серверах АО «Национальные информационные технологии». На сегодняшний день портал электронного правительства, мобильное приложение соответствует единым требованиям в области информационной безопасности Республики Казахстан. На западе Турции произошло сильное землетрясение, сообщается о полусотне пострадавших жителей и одном погибшем от сердечного приступа из-за паники. Подземные толчки с магнитудой 6 всколыхнули провинцию Дюзджи и соседние регионы. Частично пострадали здания и строения. Колебания земли сегодня были зафиксированы и в Житесусской области Казахстана. С чем связана такая сейсмическая активность и стоит ли нам волноваться, узнавала Нина Шапо. Эпицентр землетрясения в Турции находился в городе Дюзджи. Именно там самое большое число пострадавших из полусотни людей, получивших ранения. 37 находились в провинции. Сейсмографы зафиксировали около 70 подземных толчков. Ощущались они в других городах, включая Стамбул, Анкару и Измир. «Мы живем в Стамбуле, так как эпицентр находится 200 километров от нас. Мы не ощутили такие сильные толчки, как в эпицентре. В новостях нам говорят, что во многих домах образовались трещины, а также частичные разрушения». Землетрясения сегодня зафиксировали и на юго-востоке Казахстана. Эпицентр залегал на глубине 15 метров в 264 километрах от Алматы. Магнитуда землетрясения – 3,5. Это, кстати, не первая сейсмоактивность за эту неделю в стране. Но и сейсмический процесс в этом очаге идет на затухание. «В каждой сейсмоактивной зоне живет в своем сейсмическом режиме. Хотя Турция и Казахстан или другие страны находятся в едином сейсмическом Альпийско-Гендукушско-Гималайском поясе, но каждая сейсмоактивная зона, сейсмоактивная региона – свой сейсмический режим. И то есть опасаться влияния таких крупных сейсмических событий, произошедших в Турции и Индонезии на территории Казахстана – такого основания нет». 21 ноября сильное землетрясение произошло в Индонезии. Число погибших возросло до 268 человек. Более сотни считаются пропавшими без вести. Эпицентр зафиксирован в индонезийской провинции Западная Ява. 2083 человека пострадали, 58 тысяч были вынуждены покинуть свои дома. Подземные толчки разрушили более 20 тысяч построек. Это дома и объекты инфраструктуры. Нина Шапо, Информбюро.